Историческое событие в исторический день В парке Победы установили военные машины Дорожная техника вышла на улицы нашего города В Бийске приступили к капитальному ремонту дорог Дышите, не дышите Кто крайний и почему жители района АБ жалуются на неприятный запах Памятную и скорбную дату начала Великой Отечественной войны По-особенному отметил Бийск Город впервые стал участником всемирной патриотической акции Свеча памяти А еще именно в эту ночь в Бийске установили памятники На пьедестал встали боевые машины Подробности в нашем первом материале Эти кадры наверняка станут историческими Легендарный танк Т-72 и боевая машина Пехоты-1 Въезжают в Бийск на автотрале Военная техника полностью демилитаризована С нее удалены двигатель, система управления огнем Вся опасная начинка Во второй половине прошлого столетия БМП-1 и Т-72 поражали цели во множестве военных конфликтов Эти две машины последние годы стояли в военной части Топчихинского района Теперь свою жизнь два дембеля продолжат в виде патриотических памятников Мама, там приехал Но чтобы ими стать, машинам предстоит пройти через покраску А пока первым делом после дальней поездки технику моют И только затем долгие часы непростой установки Место дислокации боевых машин бичане выбрали сами Голосование проходило на улицах города 9 мая А затем в течение месяца на сайте фонда Александра Прокопьева Большинством голосов решено Служить мирным целям военная техника должна здесь В парке Победы у коммунального моста Сроки были очень сжаты Старались именно к 22 июня сюда поставить эту технику Привезти и уже установить Много было согласований на различных уровнях Хорошо, что все откликнулись Это и ГУВД Алтайского края Сопровождение было по всему маршруту И военные из воинской части Идея установить в городе оборонщиков такие памятники Возникла у ветеранов локальных войн А руководителей Центра патриотического воспитания С просьбой они обратились к депутату Госдумы Фонд Александра Прокопьева поддержал народную инициативу Александру Прокопьеву удалось добиться, чтобы Министерство обороны Передало в собственность Бийску отслужившую военную технику Я считаю, что это нужно Это же патриотизм Молодежь-то практически-то не знает Поколение более молодое, они их не видят Я был в Красноярске Там вот, ну не знаю, в любом парке пушки стоят Ребятишки очень много Ну много смотрят, это же красиво Техника, она в принципе завораживает Вообще здорово, что решили поставить Тем более парк назван, парк победы Здесь должны быть такие машины стоять Установка машин длилась несколько часов БМП встала на педестал к девяти вечера А вот с 35-тонным танком два подъемных крана не справились С наступлением темноты на помощь пришел еще один мощный кран Т-72 подчинился педесталу уже глубокой ночью Дорогие друзья, я думаю, что это место и эта техника станет украшением нашего города И будет напоминать нам о подвиге и боевой славы наших воинов Думаю, что это место станет знаковым для проведения митингов и акций памяти Оно запоминающее мероприятие, историческое В городе Бийске будет стоять там, на котором мы присутствовали на открытии этого планка Чтобы люди помнили, что когда-то люди воевали, за счет чего мы сейчас живем Эта ночь была непростой Такой же ночью 22 июня 1941 года фашистские войска напали на нашу страну Теперь это дата памяти и скорби В ночь на 22 июня во всем мире миллионы людей зажигают свечи в памяти погибших Это замечательная акция, потому что действительно они забывают Слишком далеко уходит то поколение, которое участвовало непосредственно И поэтому это здорово В Бийске патриотическая акция свечи о памяти состоялась впервые Десятки бичан собрались, чтобы вспомнить тех, чью жизнь исковеркала война Больше 24 тысяч бичан сражались на фронтах Великой Отечественной 11 тысяч погибли и пропали без вести 26 бичан удостойны гордого звания Героев Советского Союза Ирина Дубицкая, Евгений Плохотин, Татьяна Свинаренко, Сергей Доровских, Будни Сегодня Наукоград вместе со всей страной вспомнил тех, кто не вернулся с полей сражений Великой Отечественной войны Торжественный митинг состоялся на площади у Вечного огня Июнь, Россия, воскресенье Страна на грани, быть, не быть И это жуткое мгновение Нам никогда не позабыть 22 июня Одна из самых скорбных дат в истории нашей страны День начала Великой Отечественной войны Победа нашему народу далась непростой ценой Сегодня жители города, представители администрации, кадеты, школьники Еще раз поклонились подвигу дедов и прадедов Среди нас сегодня стоят ветераны Их осталось очень мало Но как они нам дороги, эти люди Они сумели вырастить новое поколение Которое в интересах государства отстаивает мирное небо над нашей страной На других участках, сложных участках Это наши ребята, которые воевали в Афгане, в Чечне, в других локальных войнах Марш Марш Мы продолжаем Бийские водители скоро будут ездить по ровным дорогам В нашем городе приступили к капитальному ремонту дорожного полотна Сейчас спецтехника работает на улице Красноармейской Новый асфальт появится на участке от переулка Кожевиного до Комунарского Накануне туда пригнали технику и приступили к срезке старого изношенного покрытия Только после этого начнется укладка нового слоя Если все пройдет по плану и погода не подведет То сдача объекта состоится уже в начале июля Сразу после Красноармейской ремонтники перейдут на следующий участок На улицу Социалистическую Отметим, капитальный ремонт дорог начали спустя месяц после проведения первых торгов Напомним, тогда тендер выиграла компания ДЭС Однако три раза результаты аукциона были оспорены В итоге генеральным подрядчиком стала организация Юго-Восточная ДСУ Почти 300 приусадебных участков и один жилой дом оказались потоплены в поселке Затон под Барнаулом Обь продолжает прибавлять Сейчас река превышает критическую отметку больше чем на полметра А вот Бииск, вторая волна паводка обошла стороной Уровень воды в реке Бия и Катунь уверенно снижается За сутки Бия сдала позиции на 3 сантиметра Сейчас она находится на отметке 289 сантиметров над нулем водомерного столба Выше по течению в районе села Турачак вода за сутки потеряла 13 сантиметров Катунь в районе Сросток тоже уходит минус 21 сантиметр Сейчас уровень реки составляет 480 сантиметров Уникальное озеро Алтайского края погибает Сейчас оно загрязнено настолько, что купаться в нем не рекомендуется К такому выводу пришли юные исследователи В районе озера Канонерского состоялась выездная летняя школа молодых ученых Подробности у Татьяны Свинаренко Озеро Канонерское уникально по своей природе В нем произрастают редкие виды растений, которые занесены в Красную книгу Однако постепенно озеро погибает, мелеет и загрязняется Почему это происходит и насколько все серьезно Выясняли участники летней научной школы Они брали пробы воды и проводили настоящие исследования Из проделанных опытов мы сделали вывод, что озеро достаточно загрязнено И в дальнейшем оно все сильнее и сильнее загрязняется по сравнению с теми годами Также влияют антропогенные воздействия, то есть люди влияют, потому что тут вблизи населенный пункт Ну и озеро загрязняется, оно как очень старое, реликтовое, оно уже скоро совсем иссякнет Кристине Новиковой навыки, которые она получила при исследованиях, весьма важны Знания и умения по естественным наукам пригодятся ей при поступлении в медицинский институт Всего участие в летней школе молодых ученых приняли 47 детей Сегодня здесь не только лицеисты, но и школьники из других городов В прошлые годы приезжали учащиеся из Томска, Красноярска и Казахстана В этот раз на Алтай прибыли гости из Тальменки и Ханты-Мансийска Лекции были хорошими из-за того, что в нашем городе такого нет У нас обычные лекции связаны со школой, с институтом, а вот по методологии, по статистике такого нет Мы занимались гидробиологией, проводили оценку состояния озера по обитающим в нем организмам Но лично мне понравилось, особенно учебные занятия, было очень познавательно, очень много полезного Научную школу организовали Бийский лицей совместно с Алтайским государственным гуманитарно-педагогическим университетом имени Шукшина Такие выездные занятия проходят летом и осенью Причем школьники изучают не только химию и биологию, но также литературу и математику Русские математики, это точно так же ведутся исследования, но они носят, конечно, уже несколько иной характер Потому что на сегодняшний день, в частности, по математике проводились способы, изучались методы математической обработки И математики помогали обрабатывать результаты исследований химикам, биологам и даже литераторам Детей-педагогов в первую очередь впечатлили реликтовые растения, с которыми они познакомились на озере Например, челим, водяной орех Само растение очень такое оригинальное, и когда мы узнали, что оно реликтовое, и что оно занесено в Красную книгу И что встречается в единицах озер, что его видеть можно, и не все видят это То, конечно, возгорелось этим, думаю, надо же, я прикоснулась к этой реликвии Научная школа длилась пять дней Главной ее особенностью стала возможность совмещать учебу и отдых на природе Татьяна Свинаренко, Сергей Даровских, Будни Дышите, не дышите Корреспондент газеты «Бийский рабочий» Маргарита Костюченко попыталась разобраться в непростой ситуации Жители района АБ постоянно жалуются на неприятный запах Горожане винят в этом твочесные сооружения, которые находятся в районе Бии, то ближайшие промышленные предприятия Откуда на самом деле доносится зловонный запах? Как на самом деле обстоят дела? И что говорят специалисты? Читайте в четверг в газете «Бийский рабочий» Что ж, пришло время рассказать вам о погоде Итак, завтра, 23 июня, в «Бийске» будет переменная облачность, возможен дождь Ветер переменных направлений Ночью плюс 13, плюс 15, днем до 26 градусов со знаком плюс Что ж, это все новости на сегодня Я же на этом с вами прощаюсь Желаю вам приятного завершения этого дня Будьте здоровы, ну и конечно же, друзья, несмотря ни на что, улыбайтесь чаще Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова